Добрый день, дорогие подписчики АЖМ, с вами Лестер, и, собственно, случился такой говнистый момент. Дело в том, что у меня, как видите, сейчас герой гибнет от голода, у него убирается жизнь, но знаете как? Нам с вами главное до тарелки добежать, потому что, собственно, вон собаку я вижу, но тут к собаке, насколько я знаю, подходить толком нет смысла, так как один хрен, собственно, всё равно просто возле неё находится радиация и так далее. Вот возле тарелки телевизионной я никогда не бывал, возле собаки я был, вы можете посмотреть в других роликах по разу, там я появлялся, бегал, просто там херачивала радиация и всё. Но вот возле телевизионной тарелки меня ни разу не было, друзья, нам вообще насрать на персонажа, у него убывают жизни, он голоден, вообще без разницы, главное добраться до... Давай, чувак, плыви, главное до телевизионной тарелки добежать, ну или какая там, спутниковая и так далее. Чувак, я тебя очень прошу, давай своей попкой потрясающей, скачи, скачи вперёд. До нас. Поднимай всё, ну главное то, что он... Главное, что он не задохнётся и не помрёт, потому что так он постоянно подпрыгнет. 25 у него единиц, собственно, голода, 24 уже и 32... Две жизни здоровья животных здесь вблизи нет. Я вон вижу, кто-то потрясающие постройки какие-то настроил, которые теперь висят над... Да, собственно, над землёй. Но тем не менее, друзья, главное добраться до тарелки, на остальное всё насрать. А пускай даже наш персонаж умрёт, я хочу побывать возле телевизионных тарелок. Я знаю, что сейчас наверняка тоже опять начнёт жрать радиация. Тут, смотрите, во-первых, ещё нету никаких, собственно, животных и признаков животных. Есть только кактусы. Огромные беспощадные кактусы, но это всё не важно, потому что главное я добрался до тарелки. Зачем? Не знаю, но хотел. Потому что это единственная постройка, которая... Которая здесь пока что, я так полагаю, в экспериментальном растении. Да поднимайся что-то быстрее. Ну давай, через... Всё, собрались. Что тут у нас есть? У нас с вами здесь... Что это? Хорошо, добавили себя в это место. Я так полагаю, что-то там было написано. То, что вроде добавьте себя в этот лист, чтобы можно было строить здесь рядом. Хорошо, я теперь могу строить что-либо возле этой тарелки. Но смысла я в этом не вижу, потому что у меня один хрен сейчас персонаж сдох. И мы с вами в другом месте окажемся. Ну, друзья, прикольно. А возле телевизионной тарелочки побывать. Давайте ещё сейчас... Да, вот-вот я здесь был. Я могу смело сказать, что я здесь был. Это охеренно. А вот, теперь давайте сбегаем к тому месту, где здесь висели двери. Вон. Сейчас, главное, добежим. И будет очень интересно и смешно, если там тоже окажутся какие-то там хавчики и так далее. То есть можно будет покушать. Вот это будет неплохо. Но навряд ли к собаке мы с вами изначально опять же не побежали. Потому что нечего там толков никаких. Потому что просто радиация жбахает тебя. Так. Смотрите, печка. Фонарик. От третьего лица давай. Всё. Можно включить. Пожалуйста. Может быть, кстати... Смотрите, а печка-то работает. Так, тут у нас ничего нету здесь. Ничего себе. Друзья, да я не помру, походу. Давай, костёр, дружище. Только у меня нету дерева. Rough human meat. Всё. Слушайте. Да, я съел сырое мясо и теперь я погибну. В принципе, я мог спастись, если бы съел приготовленное мясо. Но... Но тут только сырое человеческое мясо. Я от своей жадности давать его схвачу. Прикол-то в том, друзья, то, что я могу выжить. Потому что у меня... Мне нужно только раздобыть древесины немножко. Так, знаешь что? Давай-ка древесины и хотя бы немножко приготовься. Давай. Готовьтесь. Ой-ой-ой. Я себя нечаянно похерачил на ничего, дружбан. Готовься. Сейчас немножко раздобудем с вами деревца и поставим вариться. Потому что сейчас у меня чувак может умереть, друзья. Вот ведь... Интересно, сдохнет или нет. Мразь. Давай. 150, 160. Давай. 210. 300. Все. Хорошо. Кстати, интересно посмотреть. Тут, знаешь, кто-то ведь обитает. Потому что печка здесь стоит. А как вы можете видеть. Давай. Я тебе подложу. Работай, сука. Так. А, нет. Здесь не печка работает. Здесь просто горит фонарик. Потушись. Чтобы не вводить меня в заблуждение. Все. Висячий костер должен меня спасти. Потому что, обратите внимание, он готовит все. Так, ладно. Так. Я так полагаю... Сейчас нужно нам с вами дождаться. Друзья, может быть и выживу. Может быть и выживу. Потому что до хера всяких ресурсов. Я сейчас все еще соберу. Ну-ка. Ну-ка. Все. А то как будто застрял. Ну-ка. Так. Вот у нас ничего с вами нет. Тут у нас с вами... Ага. Порох. Ну не порох, а пепел. Давай все. Это все собираем. Жратвы просто сейчас наготовим себе до херища. Так. Здесь у нас ничего нет. Семь жизней, чувак. Пора бы уже что-нибудь тебе приготовить. Чувак, шесть. Ну я же не могу умереть. Надо было, блин, сразу бежать сюда. Вот как чу... Шестер, чувак. Ай-яй-яй. Отойди. Блин, сам себе сейчас подпортил жизнь. Два. Ну же, готовься. Все. А где оно? Оно же приготовилось. Пожалуйста. Съесть. Да, чуваки. Видали, как себя спас? Приготовленное мясо человека. Давай. Eat. Все. Друзья, слушайте. Ну просто прям затащил. Видели? Видели? Мог ведь умереть. Так, ну-ка. Врубайся. Давай-ка теперь открываем его. Фух. Единичка жизни осталась. Прям вот чисто везение такое. Давай-ка. Все. Готовьтесь. Готовься мяско. А я пока ты готовишься. Сейчас еще сбегаю. А, навью себе деревьев побольше. Вон я вижу тоже. Тут, знаете, как тут по-любому чертильник обитает. Бегает и так далее. Давай. Все, сейчас почти все вырубили. Так, сейчас интересно, пальма пропадет или нет. Ну наверняка. Да, все, пропал. Ну 750 дерево вполне неплохо. Мне так сейчас будет. Походу зданица просто. Сервер глюканул все здание. Пропал остались только одни постройки. Но чувак молодец, что все такое отбахал. Потому что, ну согласитесь, здесь у него целая настоящая, знаете, подпольная лаборатория была. Со вторым даже этажом, где он все херачил себе. Все полезное. Давай. Сейчас еще сбегаем. Пальму вышибаем. Давай. Все, чертильник, давай, вырубай быстрее. Потому что дерево надо будет просто до хрена. Мне как минимум тысяч пять деревьев пригодится. Но мы с вами будем строиться и так далее не здесь. А будем строиться вон там, за уже... За вот этим потрясающим озером. Там вот в местности, где нет пустыни, а просто трава и деревья. То есть где можно найти животных и так далее. Потому что тут они наверняка тоже где-нибудь есть какие-нибудь змеи. Ну, змеи, наверное, в России еще нету. Хватил мне так... В прошлой части курица, которая никак убиваться не хотела. Тоже настрадался я с ней. Набегался и так далее. Так, давайте. Дерево у меня вообще вон 1700. Вот, сейчас подбежим. Давай. Все приготовлено. Сначала потушим. Давайте теперь открываем. Все. Забрали все, что есть. Все, что нажито было непосильным трудом у этого чертильника второго. Все, забрали. Давайте еще скушаем. Ну, хоть, блин, человеческое мясо не так шибко много здоровья и голода восстанавливает, как мясо волка. Ну, мясо волка мы с вами прибежем просто прямо напоследок, то есть под конец, под самый. Давай. Все, вырубили. И сейчас бежим давайте как раз вот туда. Все-таки до статуи волка мы с вами забежим, поглядим, что там почем, что как. Чисто даже ради интереса. Давайте. Поплыли. Давай, братан, только не тони, пожалуйста. Все, плыви вот так вот. Поднимайся постоянно вверх, а то сейчас задохнешься, потом нелепая смерть будет. Главное, с одним хеллом выжил, успел себе приготовить покушать, а тут вот сейчас вдох бы. Нечего. Да, тем более плыть-то осталось совсем ничего. Прям граммулечку. Все. Все, чувак, выскочил просто прям из воды. Как князь настоящий. Так, мы пока сырые. А сейчас, знаете, как сейчас из-за этого может и холодно стать. Потому что сырой чертильник. И обратите внимание, кстати, все застроено. Вот везде какие-то мелкие постройки, но есть на сервере вот что-то. Но, блин, где ни беги, постоянно, каждую минуту что-то попадается. Это тоже клево. Ну, давай, посмотрим возле этой собаки. Да, вот радиейшн. Давай, давай, беги, отбеги, отбеги. Так. Сейчас, отходи, отходи от собаки. Нечего. Слушай, как много радиации. Какая зона большая здесь, радиоактивная. Но зато я вижу возле собаки дохренища ресурсов. Ой. Прошу прощения. Закашлялся. То есть, там вполне неплохо камышков всяких и так далее. Можно понастучать. Но, блин, их также можно и постучать и в других местах. То есть, без радиации, без такой какой-то критической обстановки, как тут. Проще вон в лес вскакать. И наверняка найти каких-нибудь полезных животных. Ну, все животные здесь полезные, кроме тех куриц, которые нихера не дохнут. А вот. То есть, вот это вот очень весело. О, смотрю, чувака тоже здесь. Знаете, кстати, вот наверняка сейчас тоже тут стоит пощупать. Возможно, случился какой-то глюк. И по этому строению в воздухе висят. То есть, они как бы не были в воздухе. Это были обычные постройки. И просто из-за каких-то лагов, глюков, они в постройке сами пропали по себе. И остались только вот элементы какой-то вот такой кухни, грубо говоря, местной. Поэтому сейчас в этих домах, кстати, вполне может... Вот в этих вещах вполне может что-то лежать. Давай-ка. Ай-яй-яй, запрыгни. Потрясающий паркур в исполнении нашего персонажа. Давай. Всё, сбежали. Сейчас заценим. Не, у братана тут ничего нету. А до остального и не дотянуться. Слишком высоко строил. Второй этаж даже себе отбахал. Мразь. Нет, чтобы что-нибудь на первом этаже везде всё разместить. Чтобы мне попроще было всё это своровать. Нет, надо херануть повыше. Чтобы аж тяжко было. Но ничего страшного. Так. Давайте поднимемся наверх и спустимся вниз. А-а-а. Чё это такое плывёт? Ну здравствуй, рыба моя. Курочка окаянная. Сука, как бежит-то вверх? А мне неудобно. Мой персонаж так вверх не скачет. Курица, мразота. Ускакала. Так. Давай. Хотя бы 90 дерево на досуге рубану, чтобы как-то поприятнее было. Чтобы как-то сгладить данный неприятный инцидент. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Флинт. Какой пердук. Камень его забрал. Ничего больше не было. А, нет. Нет, чертёж это я сделал. А, нет. Лут-то у него есть, друзья. И лут-то неплохой вполне. Сейчас мы это всё соберём. Давай. Это всё пригодится, друзья. Давай. Не могу второй молоточек-то взять. А, всё, могу. Всё. Раздобыли. А, чувак-то не достроил. Смотрите, а что-то, слушайте. Вполне неплохо. Почему бы мне не забрать себе вот эту вот потрясающую заготовку строительства, строения. Потому что, учитывая то, что лут у меня есть. Блин, ну мне, знаете как, мне нужен спальный мешок. Чтобы вообще что-то ещё построить, предварительно нужно раздобыть спальный мешок, который я бы потом мог расположить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Олень. Вот, слушайте, друзья, убить оленя, это очень хорошо здесь. Потому что из него, мне кажется, лутов можно... Лута можно вполне немало извлечь. Ну-ка. Здесь вот эта работает фишка, то, что животные не агрятся, если ты к ним сидя подкрадываешься. Давай, вот он. Пока вроде не боится меня. Нет, боится. Ладно, побежим в открытую за тобой. Стой, сука. Олень отродья. Вот ведь мразь. Угораздил меня олень. Лучше бы какая-нибудь собака даже реально попалась бы, чтобы... Как херанул бы ее, подрался бы с ней в упор. Погрызла она тебя, ты ее погрыз. Суком. Вот мог бы ударить. Но что-то не срослось как-то. Не лезет персонаж наверх. Что ж. Калова вышла. Чтобы, короче, охотиться на оленя, уже однозначно нужно что-то огнестрельный. То есть лук какой-нибудь хотя бы элементарный. А я его могу, кстати, сделать. 50 клоус надо. У меня их нету. Вот и весел. Вот те и приплыли. Вот. Ну что ж. Ну смотрите, она неубиваемая просто. Чуваки. С курицами в этой игре надо что-то делать. Потому что их убить вообще нельзя. Но это так не должно быть. Я хочу курицу завалить. А вот хер у тебя. Что ж. Нет, не вижу никакой живности. Был олень, и тот убежал. Сгинул. О, что за говно, друзья. А вот так, собственно, игра со мной попрощалась сейчас. Просто тупо выкинул сервер. Ну что ж. Я думаю, тогда на этом закончим. Я надеюсь, что потом в дальнейшем я как в следующий раз сюда зайду. Мой персонаж останется цел и невредимый. Поэтому что ж, друзья. До новых встреч. С вами был Эстер. Я с вами на этом прощаюсь. Это была игра в Rust Experimental. И, собственно, как будут развиваться события дальше, мы с вами увидим. А в следующей части, я надеюсь, мой персонаж не погибнет. Поэтому что ж. До новых встреч. С вами был Эстер. Подписывайтесь на канал IJM. Пока.